дорогие друзья с вами школа вязания лорейн вухарт и сегодня я вам предложу очень интересный набор который будет иметь законченный красивый край этим набором можно как и использовать его в качестве набора и в качестве окончания вязания набор можно выполнить как одноцветным так и двуцветным пряжей основного цвета выполняем набор петлями обвела слева направо набираем свободно не стягивая это важно убедитесь в том что набираете петли действительно свободно они должны свободно передвигаться по иглам основную рабочую нить заветите в нити водитель каретки иглу выдвигаем в переднюю позицию петли подвигаем ближе к язычка сейчас возьмем для контраста чтобы было более наглядно нить второго цвета выполним воздушную петлю за петлями обвела выполним наборный ряд при помощи петлю ловителя петли набираем свободными они не должны быть стянуты такой набор можно выполнить на машине абсолютно любого класса важно чтобы все набранные петли свободно передвигались по иглам машины если петли будут слишком затянуты ваша каретка застопорится и не провяжет эти петли последнюю петлю провязываем и переходим перед петлями набранными обвелом движемся в обратном направлении условие то же самое петли должны быть набраны свободно как я уже сказала этот набор может быть как одноцветным так и двуцветным в общем-то по своему желанию вы можете сделать его даже вообще четырехцветным но тогда придется прятать больше кончиков нити последнюю петлю навешиваем на последнюю иглу обрезаем нить все петли подвигаем к зубьям машин с левой стороны я оставляла длинный конец рабочий основной нити и точно также свободно не стягивая набираем петли обвива четвертым слоем обратите внимание после выполнения набора петли свободно перемещаются по иглам убедитесь в этом прежде чем работать с кареткой видите они передвигаются свободно если петли будут передвигаться туго в каретку застопорит опустите щетки вивинга провяжите ряд что ж мы с вами продаж сбросить петли с иглу машины и посмотреть что получилось мы получили шикарный абсолютно законченный край который никогда не будет скручиваться этим краем можно повторяюсь как начать изделие так и его закончить здесь на машине пятого класса мы сделали то же самое только в одном цвете опять-таки убедитесь что все набранные петли свободно передвигаются по иглам и только после того как убедились провязывать здесь те же самые четыре слоя петель раз-два-три-четыре чтобы не сомневались щетки вивинга очень аккуратно провязываем первый ряд расчетная плотность для плотности изделия что ж первый ряд набран после провязывания первого ряда иглы вы видите переднее положение если ваш первый ряд начинает с частичного вязания те петли которые будут в частичном вязании введите их в позицию d